МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика в студии Юлия Важенина. Смотрите сегодня. Дополнительная финансовая поддержка. Госсовет Чуваши утвердил изменения республиканского бюджета 2016. Светлые головы, золотые руки в онкодиспансере прошел мастер-класс для хирургов. Шел по городу автобус, открылся новый экскурсионный маршрут для юных чебоксарцев. Более 4 миллиардов рублей дополнительно поступили в республиканский бюджет из федерального центра в этом году. Эти средства направлены на развитие социальной сферы Чувашии. Какие объекты получат финансирование, сегодня решали депутаты Госсовета Чувашии на завершающей сессии парламента 5-го созыва. Вообще-то август месяц парламентских каникул. И на завершающую 39-ю сессию 5-го созыва Государственного совета депутаты должны были собраться в первых числах сентября. Но вопрос о распределении 4 миллиардов рублей, которые поступили в республиканский бюджет, заставил встретиться их раньше намеченного срока. В августе в республику поступили 480 миллионов рублей. Всего же с начала года из федерального бюджета дополнительно перечислили почти 4,5 миллиарда. Таким образом, республиканский бюджет на 2016 год увеличивается по доходам на 4 миллиарда 340 миллионов рублей. В том числе за счет увеличения налоговых доходов на 579 миллионов. Министр финансов Светлана Янилина сообщила, что доходная часть бюджета в 2016 году с учетом утвержденных сегодня изменений составит 38 миллиардов по 770 миллионов рублей. Это больше, чем в первоначальной редакции документа на 21%. Значительные средства будут направлены на дорожное строительство, на возведение и ремонт школ, детских садов. Будут поддержаны культура, туризм, здравоохранение, агропромышленный комплекс, малый и средний бизнес. Всего в общей сложности при уточнении бюджета на развитие социально-культурной сферы предлагается направить дополнительно 1 миллиард 342 миллиона рублей. 554 миллиона рублей направляется на строительство учреждений образования. В том числе предусмотрены средства на строительство, реконструкцию пяти школ. Из них одномоментно строится в городе Чебоксары. Три школы, что впервые в республике. 584 миллиона направляется на строительство школы в микрорайоне улицы Гладкова по городу Чебоксары. 10,2 миллиона собственные средства направляются на строительство кадетской школы. 40 миллионов также выделено на строительство школы в микрорайоне Уворске-3. 28,8 миллионов предусмотрено на реконструкции гимназии номер один в городе Мар-Пасад. Закон о внесении изменений в бюджет Чувашии принят в двух чтениях. 34 депутата были за, двое против и четыре воздержались. К сожалению, данный законопроект был принят не единогласно. Фракция «Справедливая Россия» воздержалась. Мы, к сожалению, не можем себе позволить, чтобы 4,3 миллиарда лежали без работы, дожидаясь следующей сессии, следующего решения принятия данного закона. Конечно же, данный закон был принят. Основная доля из 4,3 миллиардов – это 3,7 миллиарда субсидий федеральные. И плюс, отрадно, приятно сегодня отметить, что почти 580 – это увеличение рост налоговых поступлений в республиканскую казну. Все будет это использовано в рамках стратегии развития до 2020 года. Голова Чуваша Михаил Игнатьев поблагодарил депутатов за конструктивную работу. Государственный совет – это орган с разными политическими взглядами. У каждого различные подходы к решению проблем в экономических и социальных сферах. Но нам всегда удавалось находить путь решения тех проблем, которые волновали и волнуют жителей. Да, отдельные депутаты, мы все знаем, исходили из трибун, всегда старались политизировать тему. По отдельным проектам законов они вообще против голосовали. Впереди у большинства депутатов сложное время. Многие из них вновь будут баллотироваться в Государственный совет. Татьяна Молок, Валик Якимов, Республика. В центр избиркоме Чувашии прошла жеребьевка по размещению кратких наименований избирательных объединений в избирательном бюллетене на выборах депутатов Госсовета 6-го созыва. По результатам жеребьевки политические партии будут расположены в избирательном бюллетене в следующем порядке. Сегодня прошла жеребьевка по распределению бесплатного эфирного времени на теле- и радиоканалах Национальной телерадиокомпании Чувашии и филиала ВГТРК Чувашия. Напомним, в соответствии с выборным законодательством каждому зарегистрированному кандидату в депутаты Госсовета Чувашии по одномандатному округу полагается 1 минута 8 секунд. Партиям 21 минута 26 секунд эфирного времени на каждом из теле- и радиоканалов. В Чебоксарах завершился 9-й евразийский хирургический мастер-класс. Несколько дней врачи из разных регионов и даже стран обменивались опытом. Ученый-онколог с мировым именем Ласло Унгар показал российским коллегам свой метод оперативного вмешательства при сложнейших видах рака. Так называемый женский рак – одна из самых сложных патологий. Ее и выбрали для показательной операции, за которой следили все участники мастер-класса. На сегодня это одна из лучших хирургических техник. Сразу после операции врачи, наблюдавшие за Ласло Унгаром в режиме онлайн, смогли задать ему свои вопросы и обсудить все нюансы. В России и здесь, в Чебоксарах, работают прекрасные хирурги и прекрасные онкологи и онкогинекологи. И сегодняшний мастер-класс – это не только обучающее мероприятие. Мы надеемся, что это будет обмен мнениями. В скором времени будет сдан хирургический корпус республиканского онкодиспансера. Наши врачи получат возможность работать в новых операционных, оснащенных современным оборудованием. А количество операций увеличится почти вдвое. Ассоциация кадастровых инженеров регионов Поволжья приглашает в свои ряды коллег. Преимуществами пребывания в организации с чувашскими инженерами сегодня поделились коллеги из Саратовской области. В Чувашии трудится более 360 кадастровых инженеров. Время не стоит на месте. Сегодня для полноценной и продуктивной работы уже недостаточно иметь аттестаток кадастрового инженера. Необходимо стать членом одной из саморегулируемых организаций. Их в России 27. К нам приезжали из Татарстана, из Москвы и вот сегодня из Саратова. Они рассказывают о своих условиях работы, о преимуществах. И наши кадастровые инженеры уже выбирают, чьи условия им больше всего нравятся. В саморегулируемых организациях зарегистрировано уже более половины кадастровых инженеров страны. Очень рад, что здесь открывают глаза во взглядах на это саморегулирование. Ведь саморегулирование подразумевает то, что объединение, объединившись, кадастровые инженеры в данном случае, могут решать гораздо более сложные вопросы, нежели один и, так скажем, в поле не войн. «Определиться с выбором саморегулируемой организации необходимо до декабря текущего года». Родион Архипов, Игорь Зверев, Республика. У столицы Чуваши увеличились шансы попасть на новые российские купюры. Чебоксары вошли в топ-25 городов, успешно прошедших первый этап конкурсного отбора. Монумент «Мать-покровительница» и памятник Чапаеву, претендующий на размещение на новых купюрах номиналом 200-2000 рублей, прошли во второй этап отбора. Благодаря стараниям жителей республики каждый из них набрал более 5000 голосов. В втором раунде с 5 по 30 августа пройдет масштабный опрос. Он охватит всю территорию страны – от Сахалина до Калининграда, от Мурманска до Зербента. Опрос пройдет в более чем 200 населенных пунктах России всех типов – от сел до городов-миллионников. Последний, третий этап кампании запланирован на сентябрь. Из 10 городов лидеров отберут два победителя и четыре символа, их характеризующие – по два на каждый город или территорию. Город России и национальный выбор – еще один конкурс, в котором принимает участие столица Чувашия. В начале этого года в интернете стартовало голосование за выбор самого привлекательного и узнаваемого города России. Из всех крупных административных центров нашей Родины предстоит выбрать город, обладающий неповторимым историческим и культурным наследием. Город, способный стать национальным символом. Проголосовать за свой любимый город и повлиять на итоговый выбор можно на сайте городроссии.рф. Итоги голосования подведут 30 декабря этого года в 15.00 по московскому времени. Всего в конкурсе принимают участие 83 российских города. Кстати, сейчас столица Чувашии на четвертом месте. За Чебоксары уже проголосовало более 100 тысяч интернет-пользователей. Пока наш город опережает только Кострома, Магаз и Владивосток. Такие проекты, конечно, работают на туристическую привлекательность столицы республики. Так же, как и те, что продвигаются в Чебоксарах. Проект по развитию детского образовательного туризма «Живые уроки» получил новое направление. Экскурсионный автобус для дошкольников начал курсировать по улицам столицы Чувашии. Всего в столице Чувашии запущены три детских экскурсионных маршрута. Троллейбусный пеший для школьников и автобусный для дошколят. Каждый день воспитанники столичных детских садов отправляются в увлекательные путешествия по историческим местам родного города. Первая точка маршрута – сквер Екатерины II, открытый этим летом. Вместо традиционных экскурсоводов Сукаска ребят встречают фрейлина российской императрицы. Дошколята узнают, почему памятник императрицы установлен именно на городской набережной. Следующая точка маршрута – Парк Победы и Музей военной техники под открытым небом. Мы там рассматривали всякие танки, самолеты, вертолеты. Там было все военное. Мы подходили к вечному огню. Завершающим пунктом экскурсии стало посещение зооуголка в парке Николаева. Отсюда воспитанники 75-го детского сада долго не хотели уходить. Еще бы! Когда еще покормишь с рук настоящего морала? Или сфотографируешься с кинетовидной собакой? Мне сегодня понравилось олень, коза, белоблюда. Экскурсионная программа для дошкольников рассчитана на месяц. Однако в городской администрации уже поступают предложения о ее продлении. Поэтому не исключено, что туристический автобус будет возить детей до наступления холодов. Дарина Игнатьева, Татьяна Раевская, Сергей Адушкин, Республика. Чебоксары вовсю готовятся к празднованию Дня города. Огромное количество сюрпризов традиционно ждет жителей и гостей столицы Чувашии. В эти выходные улицы и площадки города Чебоксары превратятся в одну большую сцену. В парках, на стадионах, набережной и, конечно, на Красной площади пройдут мероприятия, посвященные празднованию 547-го дня рождения столицы Чувашии. В пятницу 19 августа зрители увидят соревнования по игровым видам спорта среди землячест районов Чувашии Кубок Дружбы. И личные открытые состязания по спортивному ориентированию. В субботу состоится уже всем полюбившийся фестиваль семейного творчества «Аистенок» в Центральном парке культуры и отдыха Лакревский лес. Там же для всех гурманов и просто любителей вкусно покушать пройдет гастрономический фестиваль «Вкусноград». На стадионе «Спартак» за Кубок чемпионов единоборств срадятся лучшие спортсмены Чувашии. Крупнейшая автомобильная выставка «Автоарена» порадует жителей и гостей столицы в речном порту. Массовые акции «Зарядка со звездой» начнется 21 августа. Фестиваль водных видов спорта «Голос столицы», чемпионат по мотокроссу, кроссфиту, летний кубок КВН Чувашии, фестиваль книги «Волжские чтения», финал конкурса «Мисс Туризм России-2016», арт-проект «Творческий бульвар» – все это и многое другое пройдет в рамках празднования в воскресенье. А завершится день рождения столицы Чувашии выступлением народного артиста России Олега Газманова и праздничным салютом. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин